Доброй ночи, дорогие друзья! Вы уже, наверное, привыкли к тому, что по ночам я вдруг соскакиваю с кровати и начинаю текстурировать что-либо. Ну, так устроит у меня что-то организм, хочет он почему-то ночью работать и так далее. Поэтому мы сейчас с вами по... так, по иксу, по иксу, по иксу. Вот, возьмем кубик, его немножечко пооскалируем, по иксу и по иксу, сделаем вот что-то вот такое. То есть мне сейчас надо сделать какую-то такую небольшую... Сейчас пойду в объект, не в объект, а в edit mode. Я хочу сделать небольшую фигурку, характер, то есть характер, да? И нажимаем, делаем вот так, экструд, поднимаем наверх. Это будет шея у нас, не удивляйтесь, он будет совершенно квадратный. И теперь... так, стоп, E нажали. Нет, сначала S, потом E, потом вот раздвигаем вот так. Смотрим. Да, у нас где-то должна голова быть побольше. Опять E, наверх по Z. Вот, вот такая. То есть у нас будет очень такой, он примитивненький паренек. И теперь, чтобы нам в дальнейшем делать, допустим, руки-ноги и не делать по два раза, мы сейчас нажмем Ctrl-R. Ctrl-R, выделим все. Сначала так вот, выделим. И теперь Ctrl-R. Да, да. Что это мы получили? Непонятно что-то. Нет. Достаточно ребро выделить. Вот так ребро, да? И теперь сказать Ctrl-R. Он встает в середину автоматически. Все. Клик на левую кнопку мощью. Ну, а теперь взяли вот этот. Встали в серединку. Включили точки. И нажимаем удалить. Говоря, точки. Все. Так, это мы сделали прекрасно, сделали хорошо. Ну, а теперь вы уже знаете, кто тут уже два месяца со мной, что мы научились делать правильный асимметрию, потому что у нас Pinot, 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 Pinot. Здесь он называется по-другому. Он называется этот, где вот тут у нас, видите, объект Mood. Вот. А Rigid в 3D курсору, вот он здесь стоит уже. Поэтому мы можем спокойно вот на ключик нажать, перейти сюда, в окошко и нажать Mirror. Все. Если мы не хотим, чтобы у нас разделялись эти две фигурки, пока они не соединены, нажмем клиппинг. Вот так. Если нам вдруг пока, что тело у нас слишком длинное получилось, то мы можем его нажать вот сюда, сказать G и потянуть наверх по оси Z. Вот так. Видите, все двигается хорошо. Так, теперь нам надо позаботиться о ручках и ножках. Ну, самое простое, я думаю, самое простое, это просто мы сейчас сделаем следующее. Пойдем в позицию 1, возьмем Ctrl-R и вот сюда поставим, вот это будет плечо. Так, еще раз Ctrl-R и вот здесь будет выходить рука. Но, троечку нажимаем. А нам надо так, чтобы эта рука была все-таки квадратненькой. Поэтому Ctrl-R режем еще. Так. Ну, в принципе, мы могли бы сделать не так, назад. Ctrl-R крутим колесико, у нас получается 2 и S по Y растягиваем их. Вот так. Таким образом мы получили заготовку для руки. Поэтому мы сейчас вот так вырежем и просто потянем сначала E. Вот. На три части поделим раз. Потом E еще раз. И это будет рука. Так, хорошо. Теперь здесь посмотрим. Ну, здесь уже вырисовался полигончик. Посему мы можем спокойненько его подвигать. Ну-ка, опять 1 E. Раз. Хотя я вот думаю, что они слипшиеся это не есть хорошо. Посему, наверное, так дайте подумать. Да, я думаю, нам придется это сделать. Давайте разделим. То есть это опять же выделяем какое-нибудь ребро. Скажем Ctrl-R двигаем сюда и подвигаем. Так, лишнее кликнули. Ctrl-R и двигаем. Почему не хотим? Почему не хотим? Это странно. Еще раз. Поближе сделаем. Что вам мешает, дорогой мой? Скажите мне, пожалуйста, Ctrl-R подвинуть это вот сюда. Что вам мешает? G. Что-то помешало все-таки по оси X. Вот так. Вот так. Так. И вот теперь мы видим, что здесь освободилось. Встанем на U. И то же самое смотрим с этой стороны с отнерки и делаем E. Раз. это будут у нас типа ножки, брючки. Два. И ботиночки. Три. Вот мы с вами сделали такую штуку. Но наделали кучу еще ненужных полигонов. То есть смотрите сколько. Давайте мы их выделим. возьмем и начнем выделять. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И теперь нам надо удалить ненужные нам полигончики. вот dissolve phase. Вот так. Так. То же самое здесь. Мы же понимаем, что зачем нам это все. Dissolve phase. Аккуратнее с этим поступать. Чтобы лишнего ничего не выбрать. Видите, я выбрал лишнего. пожалуйста. Все. Ну в общем вы поняли. Да? Я сейчас пройдусь кое-где оставлю. Вот здесь оставлю. А вот эти все уберу. То там, где у нас будут сгибы потом вот эти вот это нам не надо убирать. Сейчас я закончу и вам покажу. Так. И вот если мы захотели сейчас это все выделить допустим. Вот смотрите. Я возьму теперь вернее покрасить. Можно таким способом красить. Когда самое простое такое. Так. Я не знаю плей нажать или нет. пускай пока будет. Там видно. Так. смотрите. Мы возьмем с вами красочку. Скажем новую. И выберем цвет как бы тела такого. Такое лицо. Лицо желтое. Пусть загорелый. Вот. Вот так. Так. И теперь можно все выбрать и сказать что у нас материал будет вот этот. Так. Смотрим. Вот он. Да? А так как у нас вот допустим вот это майка. Ну допустим давайте мы возьмем джинсы. вот выделим их. Вот так. 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 И вот здесь же в этом материале в основном мы поставим еще один материал. Скажем новый назовем его Blue. Так. Скажем что он будет голубой. Вот такой. и скажем Essence. Все. Покрасили. Да? То же самое мы можем сделать с этими. Со всеми. Скажем так. У нас вот этот 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 это будет тишерт. То есть маечка. Здесь тоже. Вот. И мы угадали что мы сейчас идем материал еще один добавку делаем. Говорим что это тишет. О. Тискверт. Нет. Тишет. такого скверта нам не надо. Тишет. И говорим что он у нас будет допустим коричневый. Ну или красную майку. Давайте красную сделаем. Советскую майку. И говорим essence. Прекрасно. Последнее что нам останется это сделать ботинки. Допустим. Давайте выделим ботинки. Здесь. И то же самое добавим здесь. Еще один. Говорим что это будет черное. и essence. Все. Фигурка готова. Покрашена. Замечательно. Но это вот сам такой простейший. Мы же хотим в дальнейшем заниматься уже более сложными фигурами. То есть делать мэппинг с разрезами UV мэппинг. Поэтому в следующем видео мы обязательно этим сейчас займемся. Тут же не отходя от компа невзирая на то что время без двадцати двенадцать. Так. Хорошо.